Вот, опускается каркас и бетонируется. Главный инженер проекта Планетария Андрей Столяров на картах показывает масштаб строительства. Сейчас на стройплощадке идут работы по подготовке котлована глубиной 9 метров. Готовят каркасы для свай. Специалисты работают практически круглосуточно. Ну, лично для меня, я такие объекты ни разу как бы не строил. Конечно, интересен. Конструктивно, архитектурно он очень интересный. Ну и для Самары все-таки значимый. Площадь Планетария составит почти 6 тысяч квадратных метров. По замыслу авторов проектов, сложным по конфигурации здания будут два подземных и три надземных этажа. Аэроплощадка, чтобы наблюдать за звездным небом. Звездный зал под куполом сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании предусмотрен конференц-зал. Создание Планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары и области. Я считаю, что это очень важный момент, потому что в настоящее время является особенно актуальна подготовка ребят, школьников, студентов именно по техническим специальностям. Астрономия – это одна из тех наук, которая в настоящее время позволяет нам развивать и различные космические технологии, а также приближает детей, скажем так, ближе к космосу. В этом году в Самаре прошел проектный семинар. В нем приняли участие сотрудники Московского Планетария, иностранные специалисты, студенты. Они обсуждали различные инсталляции, предлагали идеи и их реализацию в Самарском Планетарии. Мы предложили одну из инсталляций – «Эволюция звезд». Это, на мой взгляд, очень важный аспект, который нужно изучать в астрономии. Он, в принципе, интересный. Многим он интересен. Завершить строительство знакового для города и региона объекта планируют к концу 2024 года. После сдачи его в эксплуатацию будет восстановлена вся инфраструктура музейно-выставочного центра «Самара-космическая», частью которого станет планетарий. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин.